здравствуйте друзья сегодня говорим о питомниковом кашле или вольерном кашле собак кто вызывает болезнь пути передачи симптомы профилактика лечения или может быть в другой последовательности в общем об этой болезни говорим это инфекционное заболевание собак у которой нет определенного возбудителя что это значит допустим парвовирусный энтерит собак здесь понятно вирус парвовироза вызывает парвовирусный энтерит когда говорим о питомниковом кашле здесь может быть целый ряд вирусов бактерий микоплазм рикетций чаще всего это парагрипп аденовирусная инфекция герпес вирус бактерии микоплазмы то есть можно рассматривать целый целый ряд и очень долго их объединили в одну группу потому что поражают они все дыхательные пути однотипно передаются и проявляются схожими симптомами иногда конечно еще пищеварительную систему затрагивают болеют чаще всего молодые животные щенка отняли от матери переводят и на автономное питание у него уже нет антител материнских вакцины еще полностью не успели сделать стрессовый фактор потому что попал в чужой дом новое питание пошли гулять там встретили еще кого-то и вот благоприятная среда для того чтобы развился питомниковый кашель болеют и взрослые собаки может быть стрессовый фактор какой-то поехали на выставку там что-то случилось переохладились по скандалили произошел конфликт с другой собакой вот вам стрессовая ситуация пошли в больницу делать операцию там встретили заболевали больную собаку тоже может быть такое проявление поражаются дыхательные пути и с этим связаны симптом чихание кашель и кашель вплоть до рвоты часто человек путает с тем что собака подавилась костью или палочкой и собаку так кашляет потом рвет слюной или пищей я покажу как это происходит у взрослой собаки давайте посмотрим пути передачи заражаются примерно так же как мы какой-то инфекции воздушно-капельным путем допустим грипп у нас контактируем с бездомным животным или с домашним животным но часто ведь гуляет человек думает допустим аллергия ну покашлял собака ну и что там страшного и говорит не бойся ничего страшного у нас все прививки есть или поехали на выставку там же тоже проконтактировали а иногда бывает симптомов нет а собака уже переносчик инфекции предметы ухода допустим взяли у кого-то пуходерку коврик мисочку тоже можно перезаразить потому что некоторое время инфекция сохраняет активность лечение если у вас взрослая собака привитая не проявляет угнетенного состояния отказа от корма нет повышенной температуры то можно ничего не делать просто снизить активность физическую амуницию поменять ошейник убрать потому что раздражение на дыхательные пути вызывают кашель и шлей со шлейка гулять прохладное время не бегать не прыгать чтобы холодный воздух не поступал а дома изменить параметры микроклимата самое важное это влажность воздуха если воздух сухой слизистая пересохнет и осложнение гарантированно потому что слизь не будет отходить нормально разовьются бактерии и без антибиотиков без внутривенных вливаний не обойтись если мы видим что собака кашляет есть густые выделения из носа из глаз есть повышенная температура отказ от корма понос вообще собака никакая тогда ничего не ждем микроклимат меняем физическую нагрузку уменьшаем но к доктору идем потому что с такими симптомами могут быть серьезные осложнения тогда придется и внутривенно и антибиотики в большинстве же случаев этот питомниковый кашель он проходит сам по себе в течение семи десяти дней какая профилактика вакцины делаете она конечно вакцина не от всего спасает чаще всего это один аденовирусная инфекция парагрипп не контактируйте с подозрительными собаками которые проявляют симптом выделения из глаз из носа кашляет бывает же такое гуляешь с человеком он гуляет и собака как-то себя не очень хорошо чувствует не берете предметы ухода ни у кого нужно все чтобы было свое и если на выставку едете тоже там наблюдайте за собакой чтобы они не дрались не конфликтовали то есть стрессов избегаете и вот и все профилактические мероприятия будут у вас дополнения пишите в комментариях нужна консультация ссылка в описании и послушаем нашего эксперта пока друзья не болейте а мне вот интересно если такая большая собака покашляет на человека человек заболеет или нет или вдруг собака покашляет на кота на такого как на меня котика кашлянет что будет у меня вот есть друг макс его зовут котик но он живет не один он с филом живет фил это собачка выходит собачка на улицу там вдруг встречает этот вирус или как он там называется бактерия заболевает приходит домой кашляет на котика что с котиком будет почему ты никогда не рассказываешь до конца вот я теперь посмотрел и думаю переживать мне или не переживать ну скажи же болеет человек или не болеет котику опасны или нет это не трудно сказать но не всегда до конца